Новые проездные для пассажиров общественного транспорта вводятся в Нижнем Новгороде. Три вида электронных проездных билетов на автобус, трамвай, троллейбус и метро поступают в продажу 22 августа. Количество поездок по новым проездным не ограничено в течение месяца. Проездной билет на метро и на автобус совмещены 1200 рублей, неограниченное число поездок в течение месяца. Значит, 1200 рублей метро, трамвай, троллейбус. Также месячный проездной, неограниченное число поездов в течение месяца. И это проездной билет стоимостью 1200 рублей на наземный транспорт. Автобус, трамвай, троллейбус. По подсчетам специалистов, при разовых оплатах проезда за месяц сумма набегает в 2,5 раза больше. Кроме этого, появятся еще два вида проездных билетов. Они будут продаваться с 1 сентября. Это суточный проездной стоимостью 90 рублей на неограниченное число поездок на любом виде транспорта. И проездной на трамвай, троллейбус. Стоимость этого проездного 20 рублей. И он, мы так называем его, временной. Это 70 минут права пользования. Это время между первой и последней транзакцией. Кстати, для студентов и миссионеров будут изготавливаться персональные транспортные карты. С понедельника мы начинаем пока в своих трех тысячах обслуживания принимать заявления от студентов и школьников на изготовление персональных транспортных карт. Значит, вот как уже было тоже сказано, в течение месяца-двух мы должны полностью перевести студентов и школьников на транспортные карты школьных и студентов. На оборотной стороне карты должны находиться фамилия, имя, отчество, дата рождения. Как считают в департаменте транспорта, новые проездные будут очень востребованы у горожан и гостей столицы Приволжья. Здесь университет находится в центре города. Думаю, жилье здесь, наверное, дорогое. Поэтому еду с периферии откуда-то. Да, что мы по сути, это удобно. У меня есть проездной, а просто мне нравится. Заказать новый проездной билет нижегородцы могут в трех офисах транспортной карты. Здесь же можно сменить тариф на электронном проездном и пополнить его счет. Кроме того, подобные операции теперь будут совершаться в банкоматах Сбербанка, в центрах Роспечати и почтовых отделениях.